Друзья, не здоровались, уже здоровались два часа назад. Вторая серия, помню как называется, первая. А первая серия называлась «Манчжурский абрикос, патриарх и его потомки, будущие короли садоводства России». Почему именно Манчжурский? Ведь его даже дикарем считают. Ну, во-первых, мой Манчжурский уже оккультурился, во-вторых, его дети вступили в половые связи с культурными абрикосами, сохранив морозостойкость. Вот, и, наконец, если бы их не было, вся эта невиданная роскошь, которую я вам сейчас покажу, была бы невозможна. То есть, Дед Манчжурца, Дед Сибири, Королевских, Баев, Академиков, Аин и так далее. Ну, давайте смотреть. Значит, начиная отсюда, потому что в середину лета заплодоносились сеянцы. Разговор в обществе и о сеянцах, ребята. Сеянцы могут быть прекрасными, благородными, это вам не... Если не слушать этих самых знатоков, не слушать то, что было признано 90 с чем-то лет назад, истинной последней инстанцией, так проверяю запись, идет запись. Вот, доказывается, проверяется в наше время. Вот, какие-то странные дни приезжают, неслись к нам, к Железовым. Ну, а заодно, видите, моего друга Чернобаева, это же все мое, его в саду, переехало в виде Чернкова, потом в Сейцев. И, в общем-то, мы пусицкие грязники поставили на штамп обман и... Какое второе слово было? А вот, выращивание из ваших косточек вырастут жердели и дички, а это обман и мошенничество. И это в нас припечатали пусицкие грязники, которые ничего этого не растили. И тут же ссылка на 30-й год. Представляете, почти 100 лет назад. Вот после этой премьбы мы поехали. Итак, вы видите, сервис Бая. Вот. Дата 10-го июля. Первый урожай был с ней от 3-го июля, а заплатоносил еще где-то 20-х числах июня. Итак, еще раз говорю, я буду говорить только о своих. Ну, где-то, если подмешается от моих друзей, я об этом обязательно скажу. Чужого нам не надо. Поехали дальше. Итак, это сениц Бая. Вырастил Дмитриевич. Из привитых деревьев взял косточки. Прививки от меня, черепки от меня. И пошли у него 4 дерева. И они... Сам супер-ранье оказался белки. А остальные 3 числа культурные. Как видите, никакого страха нет. И должно быть. Так, у меня есть проблемы со здоровьем. Видите, меня не видно. Вот. Почти не видно. Я даже уберу совсем это. Потому что смотреть на рабочую морду. Вот. И не хотелось бы... Ну, как-то и не видно. Сейчас. Сейчас обойдемся без боя и физиономии. А то, что говорю, голос. В нос ничего. Французский прозонс нормально. Идем дальше. Сейчас я буду листать, что-то пропускать. Пропускаю. Вот. Ну, еще раз увидели бая в другом ракурсе. Но это уже 10 июля. Это уже серия с бая, но другой по культурнее. Как видите, никакого бада нет. Это сад Чернобаева. Но мои черепки когда-то это были. Вот. Начинают поспевать у меня. 13 июля. Как видите, и зеленый еще. Вот. Это Аина. Это мой внук Тимофей. Я надеюсь, что с него что-то получится. При меня столько лет саду. И может быть, чтобы он в конце концов не заразился. Вот. И когда-то ему тоже, надеюсь, поставить диагноз. Диагноз, она вот. Вот. Думаю. Лерочка, это моя внучка. Вторая. Вот. И видите, что уже 13 июля, начинают созревать молодые абрикосы. Не все компенсируют. И еще я подчеркну. Когда-то тысячи моих фотографий должны перекочевать в это самое, в Министерство науки и высшее образование. Дальше, и подчеркиваю, в Министерство науки и высшее образование. И для студентов на основании этих фотографий должны быть сделаны специальные газовесудные листы. А листы это будут фотографии. Никакого текста, вопрос к этим преподавателям. Они должны все это знать. И студент должен говорить, что он видит. Вот тут уж не придется угадывать, как это идиотское ЕГЭ. Когда каждый третий вопрос можно угадать случайно. Вот. 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 Вот второй год. Он у меня был знаменательный. А на графе вот столько, что я боюсь, что он устанет. Ну, это все-таки папка учебная. Например, как не надо выращивать черешню. Вот. То я пропускаю это. Снова сад Сердобаева. Почему? Потому что у него сад. Я называю дублером. Именно потому он дублер. Что сюда перенесено все. С моего сада. С Красноярского края Шуршинского района. Сюда. С Саиногорская. Это пригород. Тоже мое. Вот. Все комментировать не могу. На минитости тоже меня на это самое. Не забывают. Вот. Началось плодоношение. Мало того. Начались уже потери. И выдерживает урожай деревья. Видите. Вот. Их нельзя назвать крепкими. Они. Вот эти вот борзобойные. Уменьшают их. Уменьшают крепость. А уж не дай Бог наносить рану на концу. Одно из самых страшнейших заблуждений всего человечества. Вот. И один против миллиона. Нельзя делать рану на концу. Вот так вот. Кстати. Это не упавшее. Ни слабо на дерево. Сопнулось. Под урожаем. Вот так. Мы попадаем. В чудо сад. Пианиста. Пианист это мой друг. Это его как бы. Как бы. Как бы. Как бы. Второе название. И надо чтобы. Вот. И все знали. Где этот сад находится. Вот. Вот. Это черешня всего сада. Это черешня Бодера. Это Лена Сада Савинич. Который. Я позвал в этот сад. Сказал. Больше. Плохого. Ты никогда не увидишь. Все мои друзья. Выдающиеся садоводы. Вот. И она быстро нас догнала. И перегнала. Уже хотя бы. По информированности. Это очень важно. Для будущего. Ученого. Вот. Пианист. Это его абрикосы. Только если. Пусть так. Эти абрикосы. Садились в двух садов. Филиппева и Железова. Эти абрикосы садоводы. Эти абрикосы. А это Бодера. Вот эти три человека. Филиппев. Бодера. Железова. А вот сделали его сад неповторимым. Красотища, да. Черешня настоящая. Ну, тут сейчас снимка. Они как бы учебные. Ну, теперь мы опять вернулись в красный хутер. Что сейчас кидали в зеркало. Сейчас я потом пойдут платы еще роскошней. и еще бы вы видели. Я могу сделать перерыв, чтобы узбегали за валидолом. Еще раз. Здесь учебные снимки. А вот чисто зеленые. Это значит, что не все одновременно поспевает. этот участок мы прикупили. Тогда прикупленную землю за все три попытки я отдал 2 миллиона рублей. И вот чем оборачиваются эти 2 миллиона. Но жалко нет помощи от государства. Мне бы премию бы государственную, но и в расчете. Ну, не дождемся. Хотя в науке такого нет и близко. Ну, конечно, бедные. До миллиарда на них уходят. Учебные снимки. Это завтра вебинар. Похвастаюсь, что творят. Это вернее, не ведают, что творят. Колдоведные груши. Их на свете нет ни одной. Приходится обманывать. Более, конечно, расширить эту фотографию, вы увидели рядом в штаб. Вы увидели, что эта ветка свисает. Обыкновенная ветка. Ничего особенного. У меня таких сантиметров фотографий. А выдали за колдоведную. Чистый стопроцентный обман. Что здесь написано? Садовод России. О, Россия. Вот. Чистый стопроцентный обман. На всякий случай. Я не упускаю ни любой возможности колякнуть мошенников. Ни одной колдоведной груши на планете не существует. Ни одной колдоведной сливы не существует. Ни одного колдоведного абрикоса не существует. Ни одного колдоведного персика не существует. Есть псевдоколдовидные. Как же это будет отдельная тема. Видите, фотография одна, а на неё претендуют добрые сотни интернет-магазинов и якобы питомников. Только у этих питомников нет маточных садов. Вот это, дергают всё с интернета. Почему? А где же взять-то фотографию, если у них нет ни одного, на планете нет ни одной игрушки колдовитой. Вот Беккер, самая подлая, самая подлая. Как её назвать-то? Питомников нельзя назвать, потому что у них питомника-то нет. Ладно. А вот это уже мой сад. Невецкая Таня. Вот она. Вот для девок, это, проблема, как ходить, чтобы её раздавить. Смотрите на задний план. Сюда смотреть. Учебная фотография. Жалко, декабря, это компенсировать. Время. Ещё впереди столько фотографий. Ой, сколько будет фотографий. Слаживаться абрикосом Баджурский Фаина. То есть есть Баджурский, есть Фаина, моё личное произведение. Название придумано мной. И самая подлая вещь, когда некий лентый сад придумал Баджурский Фаина. Я же Баджурский Фаина, гигантская пропасть. Фаина 100 граммовая, Баджурцы 20 граммовая. Значит, что получается у них? И бриц. И тогда им надо обращаться в Добелевский комитет, в крайнем случае, за государственную премию. Что же не обращайтесь-то? А всё, что у вас есть в руках, довольно мелкий абрикосик. Всё. Вот и даже не могли, полиделись фотографией полученной. Ой, опять я отвлёкся. Ну, мне что надо о деле говорить. А дело такое. Обратите внимание, что он лежит на земле. Вместо того, чтобы тщательно всё убирать, гнившая полудиска. Это я, мои помощницы, вынимают семечки, косточки, семечки. А всё остальное возвращают в сад. А это считается чуть ли не преступлением. Наоборот, ничего в саду не должно гнить. Это зашугали людей так, что они выбрасывают самое ценное. Выгребают из-под дерева. Вот. А я, наоборот, потеряю, возвращаю. Здесь часть фотографии учебная, сами понимаете. Опять потерял огромную ветку. Мы собрали в этом году на маленьком участке, там, суток двадцать абрикосов. Тысячу или две бюджетов, никто их не считал. Здесь считали отдельно, когда рекорды были. Учебная фотография. Соседу посадил дерево. Прошло двадцать лет. Понимаете, смотрите. Как двадцать, двадцать пять. Это забор, это его крыша, его дома, можно без обман. Голое место. Здесь гепатогенная зона, ничего не растет. Нисколько попыток. Какое счастье, что здесь нет дома, в котором можно было бы доработать рак и умереть. Это тема другого разговора. Завтра вебинар еще поговорим. Вебинар в понедельник, шестнадцатый, в Москве. Знаете, что я сейчас делаю? А что я сейчас делаю? Как бы я сразу попасть туда? Сейчас, секунду. Мне надо попасть вот сюда. Вот вебинар. Вот, дадим информацию о гостевой книге. Вот. Здесь написано шестнадцатых слов. Двадцать седьмого года. Если сегодня выйдет, или завтра до обеда выйдет фильм, успеете еще и на вебинар. Давайте листать дальше. Мы только начали. Хочется все сказать. Прививка чересчина слила. Ой, да вишня. Это сезая. Сад уже старый, двадцать пять лет. Двадцать два где-то. Покалечили его гости, потому что, ой, эти хозяева, потому что... Два уничтожили. Ну, дом новоустроили прямо рядом. Ну, это остатки твоего роскоши. Вот, это заготовка косточек мной и Сергеем. Сергей для питомника, а я для продажи вам. Ну, это вот, баточный сад есть, в котором почему-то нет больше нигде. Куда дискнешься, в садах нет, а саженцы есть. Рассказайте эту загадку. Это дети хуторские. У них нет молодца, вишня. Когда сорок лет назад я здесь купил участок и ознакомился с супругой, вон, вишня, в каждом саду. Сейчас вообще забыли, что это такое. Вот, а здесь за спиной вот этого ребёнка, который справа, в двух метрах, значит, наверное, уже это, растёт моя. Это соседский сад, в одном метре там уже забор, а ещё в одном метре. Вон, что вишня. Люди, дети, тоже в моём, правильно, через... Ну, просовывали руки, плевали, и вот тут выросла уже сама. Вот, у нас всё страшно, теперь они едят. Обидно, что у них нет этой вишни. Ну, нужно вот так, чуть не сказал, пробираться. Соседская, заброшенный сад. Соседний хозяин погиб. Урожай, вишни, неверие. А почему? Потому что не ухаживают за ней. Ухаживают за ней, но, пожалуй, убили. Боровейники не портят... Вот априкос. Вот этот боровейник, мощный, огромный. И ничего не делается на дерево. Вот, мне не один боровейник и уничтожал не этим деревом. А борови, боровейники прокляты. чем половина и показала все за себе я пропускаю это я жду телевидение сейчас только был у меня разговор с товарищем который писал следующее письмо значит содержание у меня однолетние сердце культурные и я хочу скульптурных связать и перенести до чтобы свои были подвой перенести пиво и подвой перенести на сердце банджурского абрикоса я попросил позвонить и он мне позвонил и сказал не вдумайте это делать и теряйте время что вы там вырастет из сердца культурных я не говорю что дикари вам же нужно предельно предельные результаты это только если готовы все-таки опишите проверили осенец это смесь там вот мелкие среди крупные но тут-то должна гарантия вот это идут были молодые вот так я с ним разговаривал увидел это линейка это сады сады садович моей помощницы моей ученицы моей дочки июля сады садович моей дочку я ответил если фотографии дела да Я хочу рассказать про каждый сорт. Я хочу рассказать про каждый сорт. Деревья где-то принимала участие, я учил плевать, заставлял плевать. Деревья постарше это мои, это мы с Сергеем. Когда вы видите крапинки, это гибрид, можно точно гибрид. Вопрос был задан, всего час назад. И вот этот садовод, который хотел отрезать, веточки перенести с культурных на банджорские. Он сказал, а у культурных лист длинный, тонкий, как у Евы. Я говорю, нет, широкий, как ладонь. А почему так решил? Видимо у него не совсем обычная получилась сеть. Приехала в телевидение и как раз у меня под этим лежало, под этим деревом лежало 10 вёдер отдавали. Беда, причём с дерева упало 10 вёдер, а только всё не было, что это дерево стало ещё больше. Вот это тот самый момент. Вот тут Кундасёв Владислав, вот я вот так встречал. И даже химеры есть, видишь? Знаешь, того, как я их проклевал, у меня они вкусные, и химеры считаются это химера, то есть ничего, это переселось. А она чё? А чё она будет? Вот она, и чё? Вполне приличная. Разве не интересно? Черешнюю идти по артабе. Ну подумаешь, мелкая, кто-то скажет, аааа, уже ли там черешня мелкая, ой, какое горе. Это мне подарок вручают. Ну естественно, что это же рекламная акция, то есть. И завязал, вручают подарок. Покупайте, опрыскиватели. Вот она. Господи, может быть ещё половина, а может ещё и нет половины. Или всё, я начал уставать. Ну это питомник, это моя племянница Даша. Они вместе с этим парнем, это мой внук, а там моя племянница. И тогда получается, вот им было тогда задание, они собрали 12, по-моему, бюдер. Причём ещё раз говорю, на дерево стало ещё больше. Такое впечатление, что это дерево вообще невозможно было. Ну получилось четыре раза по десять и плюс два. В общем, больше сорока миллионов. Это журналист та самая. А потом вы ещё будете шокированы, сколько не собраны. Ну так вот, потом куда ещё позвонил, была передача одна по Красноярскому телевидению. Одного из каналов. Мне кажется, всё. То есть федеральные каналы, бои, а мы снимали целый день. А вот федеральные каналы, ни черта, ни воспользовались моим опытом. Вот посмотрите за наши головы, за спиной. Вы видите, что это такое? Там на входе не видно урожая. Вообще. Такого не было в двадцатом году во всей России. Больше не повторилось нигде, никогда. И ни в одном этом самом. Ни в одном ДИИ, ни в одном Музе, ни в одном Академии. Нигде, нигде, ни в одном ГСУ. Почему? Почему они не стали показывать? В эту дикую жару я чуть не спёкся. Я бы столько рассказывал цены. Вы думаете, почему это для федсеката и вот эта вот груша? Это нет секретов. Почему нет ежегодного полношения? Как сделать, чтобы было? Почему? Потому что невозможно, когда я говорю, не подходите к дереву. Это значит, что рекламировать нечего. Когда я говорю, поливать не надо, удомлять не надо. По крайней мере, первые 20-30 лет. Вот. Поливать не надо. Это я про абрикосы. И никаких этих, нет болезни. Обрезать не надо, значит нет болезни. Представляете? Обрезать не надо, нет болезни. Когда говорят наоборот. И будем резать, будут болеть. Вот. В общем, вся эта работа пропала. Остались вот такие красивые фотографии. А вот эти люди, да? Надежда Петрова, Наталья Гордиенко и так далее. Это еще не все. Это вся их агротехника, обрезка, она пропитана ненавистью к этим людям. А иначе бы они не заработали. Понимаете? Это единственная возможность заработать. Проклясть в ветке. Все буквально. Как им запретить? Как сделать эту саму цензуру? Ваня предложил. Наших людей наверху нет. Вот. Там люди, которые прекрасны, умны, но не ничего. Даже садовод, даже люди с высшим образованием, даже со степенями, но ничего не понимают садоводством настоящим. Это было пять. Поехали к пьянинству. Это его. Это его. И уже пропадает. Вот. У меня свое пропадало. Он говорит, Патриотинец, забери. По дешевке, может. Я говорю. Был год, когда я у него брал косточки на продам. был у меня в этом году все завал такой что своих обидно было страшно а это все нужно науки потому что вы знаете почему этот крупнейший питомник россии прививает на эти самые абрикосы на вишню вот а это приговор смертельный ой я даже не сказал на вишню на песчаную скобка в бисе это приговор это смертельный номер а у них они не могут это самый приводит абрикоса кто им мешает выборит за такой путь страшно вернулись в мой сад следующий урожай все это через год-два выброшу я имею ввиду вот это вот это все я выброшу вот эти урожай вот эти урожай ты ведра он собрал просто лежали на крыше если придется можно увидеть что на крыше лежит сплошной ковер из этих из абрикоса вот таки все вот так вот было все черный абрикос вот мой приз не будет рада кольцо дерево будет почти вечный будет четвертый десяток пошел этой груши рада за кольцо убили бы его вот как надо все наоборот это считается и вот эти вот пенечки которые я оставляю тоже прокляты и малейшего понятия ну возьмите сотни так сотни этак пройдут год один раз на всю жизнь почему это уже выходе делать почему заранее перевернулись ног на голову вот он могучий абрикос мазурский в скобках патриарх вот так выглядит черное абрикосово вот они ну подумаешь что они бордовая все равно вкусно все равно называется черная вот эти синие полюбуйте черносливо вот эти урожай вишни абрикосы персики абрикосы хочется еще только начало августа значит еще будут фотографии а то увидите жуть сколько вы не собрали питомник ведь это питомник и вдруг какой-то не купили саженец кривой горбатый смотрите какой ладенький оказался когда покрылся плодами так кривой горбатый клещи до пропускаю вот он земля заросла лесом а нам ее не продали а мы могли бы еще такой сад вырастить 2 миллиона нет ни коту под хвост все равно обидно что земли не хватило в этом году я 30 деревьев 30 лет я их старшим выберем это кошмар вот я даже пытались ругать отдать денег прикупить землю никто не догадался а вот по отечески отругать а джурский читать это вишня с юга украины превоскосово чая так персик теплиться а когда же вы кончитесь это сергей задел это будущее подвой вот они собирают подружки абрикосы и китайские сливы как подвой еще девчонки представляете как обидно мне вот они едят эту самую китайскую сливу они вкусные и крупные но это значит что у них в своем саду их нету это все было 40 лет назад что за время такое что никому не надо в этом году если только и сергей может что то я не знаю ни один красохуторец сизинец и так далее не обратился ко мне можно что-нибудь продать что-нибудь помочь даже подарить нет все застыло все замерло не нужны сады рынки завалили отравы племянница еще набрали это пир после остатки пира после как уехала телевидя видели вот это я учил учеба не получилось никому бесценные съемки оказались не нужны читали телевидение федеральный канал отказался вот а всякую херню пожалуйста чего там только нет это сергей на зиму заготавливал для землевого хранения перед стратификацией я уже устал и только вы я уже боюсь говорить сил нет хотя я обжалуюсь сейчас покажу сколько а вот это да наш пианист это еще один посещение его пытался продавать бесполезно все пропало а куда его в возрасте 78 примерно около 80 куда его в возрасте далеки торчать а это рынок есть это самопроизвольный рынок вот а это снова у меня это мои персики в тиблице это персики в тиблице это персики в тиблице вот это то что я где собрал сотни квадратных метров покрыты вот этим слоем сгнивших то есть сам косточки часть из них за слово весной 23 года но все это подкосуло они уже были никого не нужны вот это чужой сад это фирм я делал фотографии прямо с экрана это мне прислали фильм один из моих учеников под названием урожай обрекосов патриарх и граф косточки вот так вот назвал свой фильм вот косточки патриарха как вам не говори нет и выпустите хоть иногда заглядывайте нельзя пользоваться 90-летними сведениями вот пожалуйста вот вами сеется здорово да вот пока чемпион посеется в 56 грамм пока чемпион у меня до 50 не затягивает 42 24 26 так ну вот это сад чернопарева это бывшие мои два садуца которые превратились в чередки потом появились или выращены из косточки ну все это я считаю мое и вот эти веточки першика и сады чернопарева я продаю как свои с чистой совестью все началось с моих веточек то надо заканчивать просто любуйтесь вот это наверное есть а гигант подмосковья 540 грамм мы с ним навешивали вот тоже с моего сада и это с моего сада вот и мы вернулись в мой сад еще раз все все отходы а это сотни 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 метров я вернул в сад вот не повторяйте эти глупости что это все надо уничтожить и еще наоборот вывезти из сада вот жалко некогда мне комментировать а то я уже сейчас бы студента учил все все буду заканчивать все вот они видите все вот это вот это мы собрали вот эффективный гибрид опять некогда поговорить страшная вещь как правильно обрезать вещи уничтожение вещи происходит на ваших глазах сейчас будет рано не меньше чем диаметр штаба то есть после этого начнется загнивание замерзание загнивание перерезание этих так сокопроводящих путей проще говоря сосудов нет учат 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 тысячи людей учат об этом я буду говорить на вебинаре кстати это наш предок это наш предок вот ну приглядите были ты чуть не сказал похож на одного моего знакомого только опять тема не для нас не хочется быть как бы нашли мою родину грязную лужу случайно слипнулся откуда откуда тогда взялась совесть честь достоинства а из грязной лужи и вот еще абрикосы заготовка и сейчас вот еще которые не собрали и которые остались навсегда мы шап сейчас буду заканчивать вот еще чуть-чуть вот смотрите сколько они собрали вот с такой густотой вот вот а это дама просто ну как против его симпатичная женщина она думает что она умная вот умный не сказал бы что она не знает что грибы не едят деревья вот и как бы ты раком не назвал это грибы раком это не болезнь будет сажаем мы а грибы делали свою честную работу а когда ты это перестанешь людям голову ворочить вот моя гостья диски книги саженцы имея право учить других как вы думаете вот здесь и закончил разговор это пусть это был двадцатый год но в этом году на заказах мало конечно но если вспомнят то все равно большая часть этих бесцентных вещей будет выпрошена и сто сто трехлитровых банок с фоточками ждет науку вот больше дождется потому что это как знаете они допустим выпускают запорожцы я говорю вот вообще движим и нужно мы на запорожцах ездим ездим тогда вот они никак абрикосы не кончится время идет в конец августа так то будем прощаться вот а персидент 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 тоже привиты не как это невероятно а все я завелся прекращаю этот разговор может быть наоборот заманю до до свидания друзья до 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 до